Осенний этап традиционной межведомственной акции «Лес» проходит в нашем регионе. Цель – предотвращение незаконных вырубок. Мониторинговые группы сотрудников лесничества и районных отделений МВД выходят на автомобильные трассы. К ним присоединилась и наша съемочная группа. Остановить машину, везущую древесину, могут лишь сотрудники полиции. А вот документы они проверяют уже совместно с лесничами. Куда везется дрова? Скажите, пожалуйста. Корсун – это муниципальное образование школы. Поставляем в Корсун школу дрова. Для отопления. Да, для отопления. Все документы в порядке? Да, все в порядке. Да, можно посмотреть. Деклара, все есть. Я уже отправил Майинское лесничество. У нас там сидит инженер по использованию лесов. Он зайдет в ЕГАИС, посмотрит, проверит их сделку. По сопроводительным документам. ЕГАИС – это единая государственная автоматизированная информационная система. В данном случае – учеты древесины и сделок с ней. Если сопроводительные документы там не подтверждаются, машину отправляют на штрафстоянку до выяснения всех обстоятельств. Но здесь все в порядке. Акция лес – это еще и предотвращение незаконных рубок лесных насаждений. Вот такие пеньки на днях обнаружили местные лесничие на подведомственной им территории. Позавчера буквально была выявлена, обнаружена самовольная порубка, крупная самовольная порубка березой бывших землях, бывших колхозных лесов ООО «Надежда» в квартале первом. Береза кубатуры 55 кубов деловой березы, сырорастущей березой, на общую сумму 998 тысяч. Для декриминализации отрасли с июля этого года лесное хозяйство переходит на цифровизацию процессов отчетности. Это все тот же ЕГАИС. Мы в оперативном порядке видим, что происходит на делянке, что происходит на складах. Мы понимаем, какие объемы древесины поступают непосредственно с леса на склады и какой объем древесины поступает уже в производство. За неделю акции в нашем регионе было проверено более 100 машин, везущих древесину. Выявлено четыре незаконные рубки леса. По двум заведены уголовные дела.